Я в полном восторге от этой песни и, конечно, от её текста. Я просто преклоняюсь перед тем, как можно в такой красивой поэзии, в таких прекраснейших образах передать вообще законы жизни, причём жизни не только земной, материальной, но и жизни более высокой, жизни духовной, жизни небесной. И вот это всё так соединяется в этой песне-сказке просто потрясающим образом и открывается так просто, таким простым языком, но такие глубочайшие истины, что просто вот до каких-то мурашек, до преклонения, до восторга внутреннего, когда читаешь и осознаёшь эти законы. Не зря мы с тобой как-то в одной паре оказались. Очень у меня созвучные ощущения, очень созвучные впечатления, наверное, которые сегодня подарила прочтение текста песни. Почему-то вот в первую очередь обратилась к нам слово «мива жизни». Вот эта реальность того слова, жизненность его и масштабность на такой вот сразу ракурс при чтении задала. Это, с одной стороны, да, сказка, конечно, но сказка, которая даёт очень конкретные, вдохновляющие и полезные знания. Вот. И по ходу чтения песни несколько моментов таких ярких высветилось, причём они высветились именно, знаешь, когда читаешь, а сердце начинает очень радостно, восторженно в ответ, когда отзывается. Вот строчка о том, что мир дарит для того, чтобы дети и цветы к небу ввысь могли расти. И вот эта сама направленность, что весь рост, вся жизнь, вот она, для того, чтобы к небу подрасти, направиться. Все условия, вся забота, вся любовь проявлена для того, чтобы этот рост к небу совершался. И второй потрясающий совершенно момент про то, что мир готов принять, чтобы взращивать. Вот то, в чём мир нуждается, и что он ждёт, ну, ждёт в самом лучшем смысле этого слова, ждёт. То, чем мы можем быть ему полезны, что ли, как вот так, наверное, эту тонкость самого действия, даже сложнее передать, что он ждёт, готов, да, наверное, готов принять. И вот это проявление лучших, тонких чувств, это то, что очень-очень нужно миру. И вот на этом моменте просто таким трепетом наполняется сердце от реальности этого действия. С одной стороны, простоты его, а с другой стороны, волшебства. Сколько в этом простом действии духовотворённости и необходимости. Такая, на самом деле, волшебная песня-сказка, которая вот эти волшебства помогает ощутить в обычной реальной жизни. В чём оно может быть проявлено, волшебство? Я тоже читаю эту строчку, каждый раз читая, слушая её, чтобы дети и цветы к небу ввысь могли расти. Она вызывает неизменное какое-то, ну вот, именно какое-то счастье и понимание, что это, наверное, самое прекрасное, что есть на земле. Ради чего вообще стоит жить? Чтобы дети и цветы могли ощутить это счастье роста и это устремление. И мир создаёт эти условия. Здесь, читая текст, интересно, явно так прослеживается два, ну, можно сказать, главных героя – земля и мир. Или наоборот, мир и земля. И внимательно вчитывая строки, ну, как бы вот у меня такое родилось, что мир – это нечто большое такое, объёмное, небесное, космическое, а земля – это, ну, более как бы материальное. И вот они в этой во взаимообмене, в этом, в этой во взаимосвязи. И здесь вот этот счастливый какой-то духовный круговорот того, что приходит, вроде бы дождик с небес приходит, да, мир дарит всё. И в то же время он готов принять то, что в ответ, в благодарность взращивается на земле. Хоть цветы, да, прекрасное такое явление, хоть те лучшие чувства, ростки этих лучших чувств, которые взращиваются в душах, и он продолжается. И первый куплет вновь повторяется там, а понимаешь, что он уже как бы на новом витке такого понимания этой истины, которая открывается в песне. Да, интересно, вот это вообще слово «мир», образ мира, он так тесно связывает с предыдущей песней-сказкой, песней «Новый день». Вот нам открывалось, что этот дивный мир, он есть, наполненный красотой. А здесь эта песня даёт способ взаимодействия с ним, открывает его. Самое бесценное, что может быть, и что ценно этому миру – это проявление лучших чувств. Спасибо тебе большое. Спасибо.